МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коалиция, сформированная для уничтожения терроризма, не только не достигла своей цели, но и способствовала тому, что это зло распространилось еще больше, уничтожив на своем пути даже не сотни тысяч, а миллионы ни в чем не повинных граждан, говорится в статье. Таким образом, спустя 13 лет после создания первой международной коалиции по борьбе с терроризмом, Соединенные Штаты и их союзники вынашивают идею образования еще одной похожей коалиции. Ее целью является ликвидация уже новой террористической организации под названием ИГИЛ. Автор не видит логики в действиях американского конгресса. Еще совсем недавно он открыто оказывал ИГИЛ финансовую поддержку, однако сейчас все тот же конгресс издал закон о наказании ИГИЛ. Автор статьи убежден в том, что создание новой коалиции – это плохо разыгранный спектакль, имеющий целью не уничтожить террористов из исламского государства, а, напротив, помешать их ликвидации со стороны Ирака, Сирии и других стран. Саакашвили не знает, что такое демократия, утверждает Форбс. Автор статьи Марк Адаманис делает подобный вывод на основании цитаты бывшего президента Грузии, напечатанной в Нью-Йорк Таймс, которую тот обронил в отношении обустройства района Уильямсбург в Нью-Йорке. «Прежде я смотрел на это место с высоты Манхэттена, и оно казалось мне таким жалким, мафиозным местом, куда наемные убийцы сваливали трупы», – сказал он. «Теперь он чувствует джазовую атмосферу этого места, пропитанного энергией и полностью преобразованного новостройками. Уильямсбург – это часть демократической трансформации», – добавляет Саакашвили. «Это граничит с карикатурой», – недоумевающе замечает автор. Многие критики Саакашвили уже давно отмечают, что он часто использует слово «демократия» вовсе не для описания конкретных политических систем, а в качестве некоего всеобъемлющего термина, который приблизительно переводится как «то, что я люблю». Недвусмысленно сравнивая процесс облагораживания городской среды со строительством демократии, Саакашвили рассеял все оставшиеся сомнения. Он попросту не знает, что такое демократия». Демократия является отличным решением проблемы, если эта проблема заключается в чрезмерной концентрации политической власти. Однако демократия, как таковая, не оказывает практически никакого воздействия на рынки недвижимости и на количество модных кофеен, резко говорит Марк Адаманес и добавляет. Сторонникам продвижения демократии стоит поучиться у Саакашвили, поскольку он является наглядным примером того, как не нужно говорить об этом предмете. Швейцарское издание SwissInfo призывает, наконец, выслушать детей жертв семейной политики Швейцарии. До 1981 года в Швейцарии не менее сотни тысяч детей из бедных и неполных семей были насильно разлучены с родителями и помещены в сиротские учреждения или отданы в работу в деревнях. «Все больше жертв этой несправедливости нарушают сегодня обет молчания и требуют признать и компенсировать ошибки прошлого». Как помочь тем бывшим жертвам разлучения с родителями, которые еще живы? Ведь их должно быть не менее 10-20 тысяч человек. Круглый стол уже организовал для них фонд срочной финансовой помощи в августе, ожидая, пока парламент выскажется на предмет создания настоящего компенсационного фонда, рассказывает журналист, которому удалось встретиться с некоторыми жертвами тех лет. Сейчас это уже пожилые люди. «Все они повествовали о заброшенности и одиночестве, избиениях и голоде, утоляемом кусками черствового хлеба, страхе темноты. Но самое худшее, что им вспоминается из детской жизни, это постоянное ощущение себя нелюбимыми и виноватыми, в то время как на самом деле они были жертвами обстоятельств», — подводит итог автор. Статья о важных событиях второго плана, произошедших летом 2014-го, вышла в Слейд. Список катастроф этого лета вышел долгим, однако в мире произошли и другие события, которые не попали на первые полосы из-за трагических происшествий и срочных новостей, но тем не менее могут серьезно отразиться на ситуации в мире. В первую очередь этим летом мы стали свидетелями зарождения нового энергетического порядка. Цены на нефть достигли самой низкой отметки за год. США стали крупнейшим производителем нефти в мире. Но мировая экономика ослаблена. Рост предложения и спад спроса тянут цены вниз. И эта динамика оказалась сильнее тенденции к росту в результате текущей геополитической нестабильности. В числе важных второстепенных событий автор называет также сильнейшую засуху в Америке более чем за 100 лет, спад в европейской экономике и призрак дефляции, а также перемены на высочайшем дипломатическом посту на континенте. В ноябре Федерико Маггерини займет кресло верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, принадлежащее ныне Кэтрин Эштон. Подавляющее большинство экспертов согласны с тем, что она совершенно не подготовлена к такой огромной ответственности. О последствиях такого легкомысленного решения автор боится даже думать. Редактор субтитров А.Семкин